Эфир СТВ продолжает новости в студии Ирины Мартьяновой. Здравствуйте и в этом выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok Президент Беларуси сегодня совершает рабочую поездку в Витебскую область. Здесь Александр Лукашенко посещает городской поселок Копы Саршанского района. В центре внимания социально-экономическое развитие региона, благоустройство городского поселка, а также работа местных сельхозпредприятий. Эти земли президент посещал в ноябре прошлого года. Тогда глава государства озвучил ряд поручений. Речь шла о создании своеобразного аграрного холдинга на основе нескольких хозяйств и придании нового облика этим территориям. И вот сегодня в Копосе сделано немало. Проведен капитальный ремонт больницы, модернизирован детский сад, построены игровые площадки. Как подчеркнет президент, именно на такие образцовые городские поселки должны равняться во всех регионах. Спланировать с центра, всех губернаторов сюда. Задача два таких поселка городского типа в каждой области каждый год. Вот именно таким образом, чтобы каждый год по два поселка за пятилетку все проведем в порядке. Параллельно достраиваем, развиваем агрогородки. И не забываем деревни, бывшие центры и неперспективные. Александр Лукашенко посещает строящиеся и реконструируемые объекты Копосе. В центре внимания участковая больница, Петровский вал, набережная реки Днепр. Также ожидается, что глава государства пообщается с жителями поселка. Парламентарии УБСЕ поддержали резолюцию Беларуси по психоактивным веществам. Участники летней сессии организации сегодня продолжили работу в Минске. Инициатива, выдвинутая нашей страной, обращает внимание на необходимость решать проблему совместными усилиями. За последние 2-3 года количество людей, которые принимают наркотики, увеличилось вдвое. И это подтверждают эксперты ООН и УБСЕ. Выявить такие вещества сложно, они быстро появляются, а пока устанавливаются, появляются новые. Резолюция Беларуси была поддержана большинством голосов комитета. Ну а в эти минуты на полях форума проходит традиционное для сессии мероприятие, так называемый гендерный обед, во время которого женщины-политики обсуждают проблемы, актуальные для современного общества. В частности, вопрос образования, медицины и участия женщин в принятии важных политических решений. Ситуации разные в разных государствах, и тем не менее, женщины всегда страдают больше всех. Да, у нас есть равные возможности в образовании, в трудоустройстве, но есть так называемый стеклянный потолок, выше которого женщина во многих случаях подняться не может. Именно поэтому нам необходимо работать вместе с тем, чтобы женщины находились за столом переговоров и имели возможность сказать свое слово в мирных процессах. Я думаю, что в Беларуси живут и работают очень сильные женщины. Несомненно, будут обсуждаться и проблемы, которые существуют абсолютно во всех странах. Это профессиональная сегрегация, это разрыв в оплате труда, и какими путями мы должны двигаться вместе. Политические элиты, они все равно меняют свои направления. Может быть, разные накалы в отношениях, могут быть разные векторы, но цель женского движения всегда это мир, это стабильность, это уверенность в завтрашнем дне, и это позволяет женщинам говорить на одном языке во всем мире. В Минске проходит летняя сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ. Она посвящена укреплению взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе. Повестка сессий складывается из докладов трех комитетов по политическим вопросам и безопасности, по экономике и комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам. Резолюции, принятые по итогам дискуссии, лягут в основу Минской декларации, где будут сформулированы рекомендации для стран-участниц организации. В Гамбурге сегодня начинается саммит Большой Двадцатки. Два дня лидеры ключевых стран будут говорить о самых актуальных проблемах. На повестке дня борьба с терроризмом, изменение климата, глобальный экономический рост и ядерная программа Северной Кореи. Также будет обсуждаться миграция, энергетика и сотрудничество в области здравоохранения. Тем временем недовольные саммитом устроили массовые беспорядки. Пострадали более ста человек. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ. Тела трех погибших обнаружены после взрыва на шахте в российском Норильске. Еще несколько человек пострадали, четверо пропали без вести. В настоящий момент с аварийного участка эвакуированы более 150 шахтеров. Спасательные работы продолжаются. Туда съезжается дополнительная техника. Из-под земли надо вывезти еще около двух десятков человек. Отмечу, это уже четвертый случай ЧП на российских шахтах в нынешнем году. На юге Италии обрушился жилой дом. Под завалами находятся две семьи. Это около десяти человек. На место происшествия прибыли несколько спасательных служб. Они пытаются достать людей из-под завалов. Правоохранители выясняют причины ЧП. Прекращено движение по расположенной неподалеку железнодорожной ветке. В беспорядке в тюрьме мексиканского Акапулька есть жертвы. Между заключенными возникла массовая драка. По какой причине, пока неизвестно. Пять человек были избиты до смерти. Позже от полученных травм скончались еще более 20 человек. Сейчас тюрьма отцеплена по периметру. Воздушное пространство патрулирует два вертолета. Ведется работа по расследованию причин произошедшего. ЧП в Соединенных Штатах минувшей ночью в Нью-Йорке на Пенсильванском вокзале сошел с рельсов пассажирский поезд. По предварительным данным, в вагонах состава находились около 200 человек. На место происшествия прибыла полиция. Что послужило причиной инцидента, пока неизвестно. Информация о пострадавших также пока уточняется. Масштабное наводнение в Японии. Число жертв непогоды растет. Известно о шести погибших. Еще более 20 человек пропали без вести. Сейчас проводятся поисково-спасательные мероприятия. В опасных регионах прошла экстренная эвакуация. Около полумиллиона человек размещены во временные убежища. Однако добраться удается не до всех. Более 700 жителей отдаленных поселений так и находятся в зоне бедствия. В Китае проложили самый длинный подводный автомобильный тоннель. Протяженность составляет почти 7 километров. Он расположен на 40 метров ниже уровня моря. Тоннель станет частью моста между Гонконгом, Макао и городом Джухай. Проект предусматривает, что в будущем он будет более 20 километров. Кроме тоннеля построят два искусственных острова. После завершения всех работ время поездки из Гонконга в Макао значительно сократится и составит около 30 минут вместо 3 часов. Анастасия Колесник, телекомпания СТВ. В Беларуси появится комбинат по глубокой переработке торфа. Планируется, что здесь будет производиться более 2500 тонн гранулированных удобрений, абсолютно безвредных для почвы. Это один из проектов, который уже находится в разработке технологического парка «Белбиоград». Он был создан специально для развития нано-, био- и фарм-технологий. В работе 30 проектов научных организаций и представителей бизнеса. Ожидается, что продукция парка будет востребована за рубежом. Капитализация этих проектов составит примерно в течение пяти лет. Это 2,1 триллиона рублей. Что обеспечит экспорт примерно на 175 миллионов долларов. Планируется создание 1200 высокопроизводительных рабочих мест и обеспечение 70 тысяч долларов на человека в год добавленной стоимости. Добавлю, многими проектами уже заинтересовались инвесторы из Израиля, России и Германии. Сегодня исполняется 135 лет со дня рождения одного из самых талантливых поэтов в истории белорусской литературы Янки Купалы. По случаю юбилея на «Малой родине» классика пройдет национальный праздник поэзии. Вот уже почти полвека Вязанка собирает гостей со всего мира. На этот раз классика здесь зазвучит завтра голосами ансамблей «Песниры» и «Неруш». Услышат публика и произведения современных авторов. Гости также смогут посетить книжную и ярмарку ремесел. Приветствие участникам торжеств в честь 135-летия со дня рождения Янки Купалы направил президент Беларуси. В Национальном художественном музее открылась выставка, посвященная 130-летию со дня рождения Марка Шагалла. В экспозиции иллюстрации, которые мастер делал в том числе для изданий о самом себе. К примеру, для автобиографической книги «Моя жизнь». Работы всего их 25 представлены в виде литографий. Их тематика разнообразна от пейзажей Витебска и Парижа до изображений фантастических существ. Особое место отведено иллюстрациям из монографии Шагалла, написанной французским историком Жаком Лассеном. Мы дополнили нашу экспозицию тремя книгами из частной коллекции, которые содержат надписи пожелания автографа Марка Захарыча. Они адресованы в двух случаях очень известным людям, один из которых наш знаменитый соотечественник Максим Танк. Я, корпоратор выставки, конечно, довольна, потому что это еще раз возможность показать очередную грань творчества художника и представить те работы, которые ранее в наших сценах не экспонировались. Выставка «Марк Шагал. Цвет любви» продолжает традицию знакомства с творчеством мастера. Экспозиции, посвященные художнику, проходят в Беларуси уже несколько десятков лет и всегда вызывают повышенный интерес. И последнее. Лето вернется в понедельник. Синоптики обещают значительное потепление, начиная со следующей недели. В Беларусь начнут поступать воздушные массы из Центральной Европы. Сейчас там температура воздуха приближается к отметке в плюс 30 градусов. Таких же значений она достигнет и у нас. Ну а в предстоящие выходные в Беларуси уже привычные для июньских дней около 20 градусов и кратковременные дожди. Мы продолжаем следить за развитием событий. Далее спортивное обозрение, репортажи и эфирное видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Присоединяйтесь также к нашим группам в социальных сетях. До встречи в 16.30. Продолжение следует... Продолжение следует...